С недавних пор на территории Российской Федерации действует закон о получении бесплатной юридической помощи. Состоялся круглый стол на тему доступности безвозмездной консультации юриста. Получить такую услугу могут только незащищенные категории граждан, однако и этот круг лиц в различных регионах страны может быть еще более ограничен по сравнению с федеральным законодательством. Оказывать помощь бесплатно могут как государственные некоммерческие организации, так и адвокатское сообщество. Но несмотря на запущенную в действие систему, на практике возникают свои проблемы. По проведенному социологическому исследованию в семи регионах России 40% всех опрошенных не подходит ни под одну из льготных категорий граждан и имеют низкий уровень дохода, не позволяющий оплатить адвоката. Следовательно, государственный сектор для них закрыт. Однако и специалисты не горят желанием работать с льготниками. Из 9 миллионов, выделенных адвокатскому сообществу, большую часть из них так и не освоили и возвратились в бюджет. Проблем в реализации закона накопилось достаточно. Прежде всего, отсутствие информации. Почему? Потому что ее невозможно бесплатно донести до граждан. Невозможно. Везде нужны деньги для того, чтобы донести до самого последнего села, поселка и маленького городка, что там тот или иной гражданин имеет право. Это первое. Второе доступность – это удаленность. Удаленность. Невозможно сделать на сегодняшний день широкую разветвленную сеть бесплатных юристов по Саратовской области, например. Невозможно этого сделать. Мы могли. Это тоже упирается в финансы. Люди не могут доехать, поскольку где-то сообщение хорошее транспортное, а где-то нет. И если мы говорим о малоимущей категории граждан, то у них просто нет на это средств. Один приезд к юристу ничего не решит. На теории бесплатная помощь юриста есть, но на практике, чтобы до нее добраться, нужно сильно постараться. Во время дискуссии поступило предложение наладить информирование граждан с помощью главного центра сообщения страны – Почты России. Только сколько еще лет потребуется, чтобы все-таки оповестить глубинку? Валерий Павелко, Матвей Фляжников, Открытый канал.